Сочетание техник, школ и направлений. Смешанные боевые искусства или как их еще называют ММА набирают все большую популярность. В сентябре прошлого года комиссия Минспорта России признала их самостоятельным видом спорта. Уже с десяток лет в Америке школу боевых искусств возглавляет Мурат Кештов, уроженец Кабардино-Балкарии. И сегодня он активно привлекает ребят из родной республики к себе для занятий. О нюансах борьбы в портере Наталья Булат. Их всего четверо, за плечами каждого не одна победа на российских и международных чемпионатах. К смешанным единоборствам пришли не сразу. Альберт Туменов начинал с карате, тогда ему было всего шесть. Ислам Макоев в Греплинке вовсе серьезно пришел только в восемнадцать. Поездку в Америку рассматривают не как авантюру, а серьезную возможность получить знания. Я хочу выступать в UFC, это самая лучшая организация в мире. До стола, если получится, посмотрим. Хочу выиграть в первую очередь. Мы сначала будем тренироваться там месяц, а потом выступать. И постараюсь сделать все, что смогу. Истоки Греплинга или смешанных боевых искусств уходят во времена до нашей эры. Еще древние греки на первых Олимпийских играх соревновались в Панкратионе, старейшем стиле боя без оружия. Кстати, олимпийским чемпионом был и древнегреческий философ Платон. Сегодня в этом виде спорта лидирует Америка. Школу боевых искусств в Нью-Джерси Мурат Кештов открыл в конце 90-х. Уроженец Кабардино-Балкарии уехал в гости, да так и остался. Основное внимание уделяет подготовке россиян. Контракт с борцами из нашей республики уже подписан. У нас очень много грандиозных планов с этими ребятами. В скором будущем, я надеюсь, мы увидим их на турнирах высокого уровня. Это выход на турниры высокого уровня здесь в Америке, например. Мы как, получается, ворота между Россией и Америкой. Их объявляют, естественно, говорят о том, где человек тренируется и о том, из какой он страны приехал. Естественно, там по-английски объявляют, что вот человек, спортсмен представляет Российскую Федерацию. Там есть уже наши бойцы российские, да, и в том числе наши ребята, даст Бог, попадут туда, будут представлять нашу страну, естественно. Амир Герандоков поездкой в Америку надеется убить сразу двух зайцев. Тренер по греплингу, он собирается участвовать в бойцовских турнирах там, а по возвращении спустя полтора месяца обучать новшествам и своих спортсменов. По возвращению из Америки, думаю, передать их опыт своим ребятам. Конечно, безусловно, без сомнения, очень хороший опыт в этом. Работа в сетке и работа в партере – это совсем разные вещи в России и в США. В Нью-Джерси спортсменов ждут с нетерпением документы на получение выездных виз, уже поданы. Наталья Булат, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария.